МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из способов понять общество через инфраструктуру. Общественные места, транспортные узлы, места, где людей много, могут многое рассказать о самих этих людях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам повезло, что целью визита Такера Карлсона в нашу страну было ткнуть сторонников Байдена носом в зловонные углы американской экономики. Если со временем цель изменится, он легко сможет оторваться от витрины России, чтобы снять целый сериал прямо противоположного содержания. Чтобы посмотреть изнанку российской жизни, далеко ехать не придется. В 20 километрах от МКАД этой изнанки пруд пруди. Сделали в Пушкино фонтаны. Ну, хорошее дело, да, ну, красиво, все замечательно. Только, понимаете как, у нас, получается, на площади фонтаны бьют, а у людей в домах бьют фонтаны канализации. Износ коммунальной системы в городском округе Пушкинский составляет более 80%. Поймите, что весь ваш район уже утонул в дерьме. 10 января текущего года редакция интернет-телеканала «Царьград» поделилась данными из материалов планерки губернатора Подмосковья. В 14 образованиях Московской области физический износ сетей на сегодня превышает 80%. Пушкинский городской округ – одна из этих 14 проблемных точек Московской области. Наша Пушкинская городская организация с большим скепсисом относилась к инициативе объединения городов в один большой городской округ – Пушкинский. Города Ивантеевка, Красноармейск, Пушкин имели свои администрации, свой бюджет. То есть они более оперативно принимали решения по проблемам. Были попытки решения их. После объединения – колоссальнейшие проблемы. Колоссальнейшие проблемы с ЖКХ. Вот, это у нас нормальные трубы. Все затопило, кипяток. Все течет в речку. Постоянно вода у нас в подвале. Откачивают, ну, часто, очень часто. Ну, месяц раза три-четыре. Если вот мы пишем, звоним, просим, все обещают нам трубы заменить, канализация все в подвал, и ничего не делается. У нас две проблемы. Одна проблема – это грунтовые воды, которые поднимаются во время дождя. Вторая проблема – это изношенность труб канализационных, водопроводных, отопительной системы и так далее. То есть техкоммуникаций. Ну, естественно, запах, комары – это постоянная вонь. Вот я живу на четвертом этаже. У меня вонь доходит до четвертого этажа. Сперва мы звоним в управляющую компанию, в наш ЖЭК. Они приходят, смотрят, зайти туда не могут, вызывают водоканал. Машина у них постоянно где-то занята. Нас просят подождать. Мы можем ждать день, два, три, а то и больше. Потом они, естественно, причину устраняют. Но хватает этого, ну, не знаю, дня на три, наверное. И так каждую неделю. Из крана вода течет запах серы и какой-то плесени. Пить ее невозможно, это даже кипятить смысла не имеет. И плесень поднимается по стенам в жилых помещениях, особенно на первых этажах. Заснимите, пожалуйста, коридор, вот вам жители покажут. Там большой, как там текло все. Вот это течет, потому что крылья течет. Потому что и тут даже вот грибы были. Вот плесень мы сбили, просто сбили. А так вот тут дерево росло. Мы дерево средств сбили. И вот эта вот трещина вот пошла. Здесь на ребенка упадет, на голову, и все. И травма. Вот что творится. Ну а в комнатах-то как? В комнатах мы дети маленькие стараемся замазать. Стараемся тоже. Здесь у нас больше половины они свои натяжные сделали уже. Да, натяжные потолки. Закрыли вот это все. Закрыли всю гальку, говорит, и грязь. Износ коммунальной системы на 80% это еще полбеды. Беда в том, что люди годами не могут свои проблемы решить. Выстроенные властью структуры игнорируют их запросы. Я зачитаю сейчас. Вообще дома 80-го года за 44 года капитального ремонта не было. Заявление в администрацию Пушкина было отправлено в ноябре 2020 года, в декабре 2020 года, в январе 2021 года. Электрон написали несколько раз в 2022-2023 году. Звонили в жилищную инспекцию Московской области много раз. Заявление писали в прокуратуру в 2022 году, в январе. Заявление главе Пушкинского городского округа Красноцветову Максиму Валерьевичу в августе 2022 года. Заявление в администрацию губернатора Московской области в феврале 2023 года. Обращение было на имя президента Владимира Владимировича в апреле 2023 года. Ответы приходят одинаково. Инженерная коммуникация находится в удовлетворительном состоянии. Протичь нет, вода откачана. Ответственное лицо по 416-му федеральному закону, статья номер 6, это глава местной власти, глава местного муниципалитета. В нашем случае это Максим Валерьевич Красноцветов. Даже если службы не справляются с своими обязанностями или не могут исполнять свои обязанности, то местная администрация должна брать в руки их обязанности и исполнять их. Я ни разу не слышал, чтобы у нас администрация говорила, у нас есть вот такая серьезная проблема, мы хотим добиваться, давайте жителям, может быть, поддержите нас и так далее. У нас всегда говорится о том, как мы хорошо все делаем. Нет замысла, нет стратегической цели, нет стратегического плана, по которому бы выстраивались все необходимые мероприятия и выполнялись в первую очередь приоритетные задачи. Приоритетные задачи, в наибольшей степени влияющие на качество жизни. Когда все фекалии поползли в этом доме в подвале, они подсоединили шланг и кинули его на дорогу. Вот вы представляете, это все текло, а дети идут, это зима, это снег, машины разводят, дети за ногами несут все это. Администрация приехала сюда, и сам мэр города, или как его назвать, не знаю, встала и говорит, а что, здесь еще кто-то живет? А до конца, до конца прям... Две недели, Макс. Где-то вот у нас такая вот красивая вода идет. Представляете, это вся глина, грязь. Этим всем должны мы умываться, пить эту воду. Как вот вообще это может быть? У меня двое маленьких детей. У ребенка уже появились высыпания на коже, и педиатр говорит, что это именно сухость высыпания из-за воды. Конъективит у ребенка, у маленького появился. Канализация у нас течет на улицу, с ребенком выйти гулять просто невозможно. Чем дышать? Отходами канализационными? С канализацией у нас возникли вопросы лет пять назад. Как только закрылись очистные сооружения, тут же стали все разворовывать, тут же стали все спиливать, всю систему распилили, растащили. А как трубы спилили, там внизу, где у нас были очистные сооружения, все фекалии потекли сразу в реку, в квартиру, все забилось. У нас и подвалы, поэтому все забиты. Как забили канализацию, так все текло и сюда, в подвал. Тут было вот, видите, какой уровень, вот здесь все это было в воде. Вот они потом сделали приемки и начали откачивать на улицу. В Коптелино, как нигде в другом месте, видно отношение администрации городского округа к людям. Пушкинский МУП, водоканал, обслуживающий местную систему водоснабжения и водоотведения, признали банкротом в 2018 году. Его место должен был занять Щелковский водоканал. Но по факту, обслуживаемые объекты ему до сих пор не переданы. Бумажки какие-то там недооформили. Уже шесть лет, как пушкинская администрация, не может довести процесс до логического конца. Канализационная система разрушена полностью. Управляющая компания выкачивает нечистоты из подвалов на территорию близлежащего заброшенного детского сада. Я в 79-м призвался в армию, отсюда выходил. У нас было все. У нас была баня, у нас ходили в кино, в пансионат. У нас был магазин. Вся инфраструктура, все, полностью все было. Все как у людей. А потом все хуже и хуже и хуже. 40 километров от Москвы живем. Это кошмар какой-то. Мы в деревнях лучше жили. Кто жил в деревнях? Лучше, в сто раз лучше. И вода капает с труб, все, все в подвал. А у нас дом оседает, оседает. У меня уже трещина на третьем этаже. Два пальца проходят вот так вот. У нас дом рассыпется скоро. Я сам лично завозил, щепни засыпал. Что у нас отмостка асфальт делали. И грунт стал оседать, потому что в подвалах там действительно вода для этого все вымыла. Началась промоина. Вот здесь вот была просадка грунта, чуть выше колена. Я привозил третий лежку от этой буты, оттуда, от котельной. Что вот, отстрательный мусор засыпал, чтобы тут ноги никто не переломал. Я на третьем этаже вот здесь. По кухне и на задней туда, по стенам трещины идут. Обои лопаются. Вот. Вот так вот шукатурно. Вот вода какая, видите, вчера вечером. Я вата, тряпочку. И чтобы посуду помыть, я вот эту тоже посуду помыла. И вот представьте себе, какая вода. Два раза посуду помыла. И вот набрала, и вот это набрала воды. Вот, представьте себе. Вот можно такую воду пить. В 23-м году я тоже уже не выдержала. Записалась на прием в администрацию. У них распечатка на четырех листах про наши. Все у них сфотографировано. Потом в письменном виде я могу показать. Отписка пришла уже под Новый год. Типа спихнули нас. Отписку написали. Замена сетей водоснабжения в масштабах городского округа – дело затратное. Но совсем не отсутствие бюджетных средств стало причиной текущих канализационных труб и ржавой воды в кранах пушкинцев. Деньги есть. До 26-го года из бюджета Московской области выделяется 320 миллиардов рублей на реконструкцию системы ЖКХ. Но люди задаются вопросом, а где деньги-то? Например, на благоустройство лесопарка «Северный» выделяется 500 миллионов. На благоустройство набережной – 200 миллионов. Деньги находятся и на сооружении нового фонтана в центре города. На то, чтобы каждые 2-3 года сменить бордюры. Иностранным специалистам, отсылающим потом эти деньги на родину, это явно по душе. Местным жителям – не очень. Потому что власть заботится не об их интересах, а о создании собственного благоприятного имиджа в глазах начальства. Поменял бордюры, поставил скамеечки в лесу, бюджет освоил – и молодец. Пока не налажено нормальной жизнеобеспечения граждан, человеку это просто не нужно. Если он приходит домой, у него крыша течет. Канализация просто из КНС-ки номер 8 идет мощнейшим потоком. Затопило все. Просто все. Так вот наши власти заботятся о нас. Каждый год топят дерьмом. У нас нету канализации. Нету у нас канализации, а нас чужим дерьмом топят. У нас построили многоквартирные дома, и после этого у нас вот это началось безобразие. Здесь частный сектор, поэтому на участках стоят индивидуальные септики. А топят людей из расположенной неподалеку канализационной станции. Насос не справляется. Мы ходили на эту станцию, они сказали, что даже трубы, которые вот где-то тут проложены, они на 100% износа. Вот у нас в том году прорвала, вот там на дороге, залило 100 домов вообще все этой канализацией. Жуткая, вонючая, вонь. Ну, начкалово потекло. И дальше вот все канавы заполнены по Первомайской. Вода из канав пошла на участки. Затапливает участки. Тут же комплексная проблема. Ну, первое, это вот то, что техническое состояние, да, самих канализационных сетей, это понятно, нарушение регламентов по содержанию этих сетей, ну, их сохранности и так далее. Вот. Вторая проблема – это то, что администрация вообще никак не реагирует на последствия этих аварий. И даже приказ, если взять МЧС, где расписано, какая именно авария считается ЧАЭС, да, какая ситуация, там, в принципе, есть три или четыре пункта, под которые подпадают эти ситуации. Вот люди, имея свои дома и дачи, находиться здесь не могут. Потому что, если по 50 сантиметров затапливаются дома, стоит вода, у всех же скважины, которые в земле, как можно этими скважинами, питьевой водой пользоваться, что уходит в эту воду? Вот эти люди отравились в том году, лежали в больнице. Они вообще теперь не приезжают, у них дети, они боятся, потому что это вообще кошмар. Таких людей тут десяток наберется, которые активно пишут во всякие инстанции. Плюс там есть несколько коллективных писем, которые были разосланы в свое время, и в этом году в том числе ушло в Следственный комитет. Ну, не знаю, там, вроде сказали, что приняли к рассмотрению. Мы увидели на канале Красноцветова ролик о том, что к нам на нашу эту КНС-ку приезжал администрация города, представители. Привезли каких-то женщин, которые, это не наши явно, которые кивали. Вот, да, у нас все хорошо. Если вопросы, может, какие-то есть у вас? Ну, надеемся, что на самом деле это был такой пик, и он прошел, и все нормализовали. Они там говорили, что вот они там люки сделали новые, новые какие-то насосы поставили. И совершенно незнакомые женщины. Вот с нашего поселка, с наших дач, мы всех знаем. То есть наших ни одной не было. То есть они актеров привезли? Конечно, актеров привезли. То есть это не наши люди. Второе мая, 18.30. Крышку на колодце приварили. Вода прорвалась сбоку. И течет вонючим потоком, рекой булькает. Дышать невозможно. Напор воды к вечеру маленький. То есть иногда даже колонка не сжигается. Поэтому иногда мы без мытья детей и себя тем более. Идет вода периодически ржавая. Вот уже три года мы боремся с этой канализацией. Просто-напросто невозможно. Заторы, затопы, они еще в подвале. Комары, просто вертолеты летают. Боремся, боремся. У меня уже вот такая папка. Дело вот можно уже сделать. Куда я только не писала, везде. Везде вот пинают. И президенту три раза писали в администрацию. Мы живем в 21 веке. Администрация Пушкина. Обратите внимание на наш дом. Ну что же это за такое? Мы платим регулярно. А почему мы живем в таких скотских условиях? У меня просто нет слов. Картина для Пушкина привычная. Под домом болото с комарами и плесенью. Верхние этажи заливает талой водой и дождями. Квартира старенькая. Сделала косметический ремонт. Прошлым летом. Зимой все потекло. Потекло вот еще остатки попа потолку. До четвертого этажа все дотекло. Вызывала службу. Посмотрели. Они говорят, у вас там все в ручьях. Мы, говорят, ничего сделать не сможем. Вся крыша в дырках. А это дом номер 176. На Ярославском шоссе. Проходят рутинные процедуры по устранению излишков влаги на натяжных потолках. Вот в таких условиях приходится жить. Я даже не знаю, как в жизни ее сможешь назвать. Если три года подряд происходит вот такая картина. Вот, пожалуйста, сырой стропильный брус. Сырая стена. На обрешетке тоже все сырое. И намотание стены. Это наружу стены дома. От которой потом все течет по стене вниз. Завтра, собственно говоря, уже протекли до второго этажа. Как в этом году. Почему на нас не обращают внимания? Ну, давайте тогда мы не будем платить квартал. Будем собирать отдельно на расчетный счет. На нашего дома. И сами будем распоряжаться этими деньгами. Мысль крамольная. Слугам народа не понравится. Но если поставить себя на место этих людей, думать так, это еще не самый радикальный вариант. Может быть, поэтому народные слуги среди народа и не появляются. Это за полторы недели. За полторы недели. Ну, а если похуже потечет, то и за два дня. Да, и за два дня может быть такое. Обращались ребята во все инстанции. В администрации, везде. Водоканалы, воду снимали, пробы. И все пригодно. То есть вот эта вода считается пригодной, да? Да. Приходили, пробы брали. Вот после того, как попили кофе там, да? Вот оно все в молоке. Смотрите. Кофе. Вот получается такая реакция. Посмотрите, какой цвет воды. Фиолетовый. Вот такие становятся ногти. Чищу только с аннексом. У меня уже все пластины ногтевые просто испорчены, потому что оно по-другому никак не отмывается. Ну, вы видите, да? Вот, смотрите. Вот такая вот вода. Вот, замечательно. Мы этой водой моемся. Потом идет реакция на кожу, высыпания всякие всевозможные. Люди устали. Просто устали. Жителям братовщины Пушкинского городского округа повезло. Тут есть колодцы. Ими и спасаются. Как говорится, Россия, Подмосковье, 21 век. При этом винить в ситуации службы, отвечающие за водоснабжение, достаточно сложно. Систему надо не обслуживать. Ее нужно менять. Причем речь не только о трубах. Складывается ощущение, что и система власти округа изношена на те же 80%. И пока не поменяем, в Пушкина Такера Карлсона точно лучше не пускать. Нужен стратегический план обеспечения жизнедеятельности людей. И наведения порядка, и развития всей нашей жизни. Причем, получается так. В одном муниципалитете вроде как идет дело. В другом не идет. Что, это зависит от отношения губернатора с главой? Или это зависит от того, кто где что пробил, прокачал? Ну, должна быть какая-то общая система. Это вот, так скажем, апогей политической власти, политической системы, политической партии Единой России на примере городского округа Пушкинский. Во время выборного процесса, когда избирался местный совет, пришло 9% избирателей. Вот пока мы все вместе не начнем активно участвовать в политической жизни, в общественной жизни округа, и реально избирать тех людей, которые вот радеют за свой округ, за свою область, ничего не изменится. Мы так и будем жить одним благоустройством. Одним благоустройством живет вся страна. Как в царстве витрин, в шаге от которых не устройство и грязь, где деньги есть, да не про нашу честь. Рецепт, как изменить такую жизнь, написан еще сотню лет назад. Если масса народа не будет иметь в своих руках всей полноты государственной власти, если останется в государстве хоть какая-нибудь власть народом невыбранная, несменяемая, от народа всецело независящая, то действительно удовлетворение назревших и всеми осознаваемых нужд невозможно. КОНЕЦ